По ту сторону закона, экс-сотрудник Следственного комитета Абакана оказался из-за легких денег, которые, по версии следствия, он получал от организатора игорного бизнеса. Взамен не возбуждалось уголовное дело, ведь клуб подпольный и оперативные материалы Давлетов предоставлял Башевому, владельцу незаконного бизнеса. Игорное заведение находилось в промышленной зоне Абакана, в одном из хозяйственных корпусов по улице Складской. И чтобы незаконный бизнес просветал без проблем, бывшему заместителю руководителя Следственного комитета было предложено 350 тысяч рублей. Получал эти деньги тогда еще замначальника Следственного отдела Абакана частями. Учитывая, что сам в следственных органах проработал немало, схема была продуманная. Взятки брал в разных людных местах города. Несмотря на доказательства, которые предоставило обвинение, аудио-видеозапись, а также показания самого Башевого, владельца игорного заведения, который, как выяснилось, сотрудничал со следствием, вину пока посудимый Давлетов не признает. Факт передачи копий доследственных материалов и показания свидетелей организатору подпольного клуба, по мнению посудимого, не доказан. Указанные нарушения в обвинении лишают меня возможности надлежащим образом понять, в чем меня обвиняют, и, соответственно, нарушают мое право на защиту. Высказывая свое отношение к предъявленному обвинению, в части признания либо непризнания вины, я не желаю, пользуясь правом, в исходном статье 51 КСПЦР. Своё заявление Давлетов объяснил тем, что предъявленное обвинение не конкретизировано, а поэтому он не может признать или не признать свою вину. Вот эта необоснованность и неконкретность предъявленного обвинения лишает сейчас в ходе судебного заседания моего подзащитного высказать свое отношение к вине, что само по себе уже в уголовном процессе также является нарушением права на защиту. Тем не менее, бывший сотрудник следственного комитета остаётся под стражей, следующее слушание состоится через неделю. И если следствию удастся доказать вину по всем эпизодам дела, Давлетову угрозит до 12 лет колонии. Мария Добрынина, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Мария Добрынина, Антон Новожилов, Вести Хакасия.